Христос воскресе! Воистину воскресе! Сегодня мы на службе читали самую первую страницу самого первого Евангелия. Книга родства Иисуса Христа сына Давидова, сына Авраамова. И перечень из 42 имен. Авраам родил Исаака и так далее. До царя Давида, от Давида до Павелонского переселения и до потом Господа Иисуса Христа. 14, 14 и 14, в сумме получается 42. Это должно быть сладкой музыкой для вас. Эта длинная история должна быть для человека максимально понятна, что за каждым именем стоит история. Вот представьте себе, вот стою сейчас перед вами я, стоите передо мной вы. Невидимо, за спиной каждого из вас можно представить себе двух человек, отца и мать. У кого-то они еще живы, у кого-то уже нет. Вот представимся мысленно стоящими за вашей спиной, или вы за моей. Двух человек. Они реально стоят. Их не видно, но они есть. За спинами этих двух человек, у каждого из них стоит своих, два человека. Отец и мать, отец и мать. Их не видно, этих-то не видно, тех тем более, но они есть. За спиной у тех двух человек стоит, тоже по два человека, у каждого за спиной. И так за каждой спиной, как келеваторная вода рассекается от корабля, идущего по воде. Знаете, она расходится, как бы и след на воде, он стреловидный такой, расширяющийся. От каждого человека в спину, за ним, туда, куда-то в тьму, в тьму истории, в прошлое, в это таинственное вчера, которое больше не вернется, уходят ряды людей. Представляете себе, какая штука? На кого не посмотри, ну на маленького, если посмотришь, например, ты знаешь, вот его мама, вот его папа, как бы здесь все понятно, вот он, и вот его родители. А уже взрослый, как бы уже непонятно, и вот за каждым человеком уходит куда-то туда в тьму, в тьму, в тьму. В тьму не в смысле тьму, а в смысле в неизвестность, для нас таинственную сокрытость. То есть ряды, 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 ряды людей. И если эти все ряды переплести, сомкнуть, связать, развести, потом опять свести, то потом мы придем к одному человеку и его жене. Человеку зовут Адам, а жену его зовут Хава, жизнь, Ева. И вот это отношение к человеку, как к существу, не возникшему в воздухе, как к существу, которому тянет на себе всю историю мира, если хотите, мы сегодня читаем Евангелие от Матфея. То есть современная повестка, как бы общая повестка, она делает акцент на правах личности, что вот я личность, вот не трогайте меня, потому что я личность, вот уважайте мою суверенитет, мои границы, мои права, и вот, короче, отстаньте от меня, вот не нарушайте границы моего я, ну и так далее и тому подобное. Это, в общем-то, неплохо, потому что христианство именно и родило в мире некий священный индивидуализм, когда мы меряем людей не родами, поколениями, странами, континентами, народами, этносами, а мы смотрим на каждого человека в отдельности. Народ может быть, тьфу, а в нем может быть хороший человек. Народ может быть прекрасен в целом своем, а в нем вот тут гнида, там гнида. И мы теперь понимаем, как бы, что нельзя, как бы, так вот взять всех, взять всех, как бы, и по-одинаковому судить, потому что личность, она выше всего, она таинственная, она сокровенная, ее только Бог знает. Не пойми, в какой грязи бриллианты валяются, и не пойми, среди каких бриллиантов грязь находится. Это правильно. Но если эту точку зрения, упор на личность, так сказать, нажать на нее и все остальное забыть, то мы совершим ошибку, которую совершило сегодняшнее поколение. Вы знаете, что в паспортах многих стран, и не знаю, я уж не помню, да и у нас, по-моему, тоже, уже сейчас нету отчества. Ну, как бы, неважно, кто твой отец. Хотя знаете, как, допустим, мы там... Знаете, сколько имен, полных имен, полных слов в имени, скажем, Пабло Пикассо? Что до 30. То есть там называются предки, там, до какого-то 20-го колена, плюс там город, в котором он жил, плюс работа, которой они занимались, плюс 100, плюс 100, плюс 100, плюс 100. Ну, как это обычно на Востоке называется. Там Амар ибн Хаям, ибн там того, ибн сего, потом Нишапури, Гиасадди, потом прозвище, потом место жительства, и получается имя из 10 слов. И это совершенно естественно для естественного человека. То есть Иван, сын Петра, родившегося в Загорске, внук там Семёна, приехавшего из Тулы, кожевенник. Это, как бы, полное имя нормального человека. Современный мир, как бы, это всё, как бы, устал от этих родовых связей. Он всё обрубает, обрезывает, говорит там просто Иван, всё, всё, неважно. Всё остальное неважно. И вот сегодня мы читаем в Евангелии, что, оказывается, важно. Потому что всё-таки история наша висит на плечах наших, и каждому поколению человечества тяжелее и тяжелее жить. Потому что над всеми людьми давлеет вся история человечества. Всю историю человечества тянет на себя каждый человек. В каждой капле семени, из которой может родиться ребёнок, хранится вся память всего человечества. И когда рождается новый ребёнок, он так горько плачет не только потому, что он пришёл на скорбную землю, он плачет потому, что он как-то понимает, что ему столько навалили в нагрузку, как бы, ну, в наследство. От самого Адама. Те, которые раньше были, им было легче, на них меньше висело. Они жили долго и были какие-то другие совсем. А чем дальше идёт история человечества, тем больше ложится груз общей ответственности на человечество. Этот общий груз, мы можем не понимать этого, мы можем не верить в это, мы можем не думать об этом. Мы можем сказать, да слушайте, да перестаньте вы там это. На самом деле это всё есть. Оно в тени стоит за спиной нашей, и в конце концов нависает над нами и давит на нас. И мы отвечаем перед Богом, как будто мы этот мир создали. За нашей спиной вся история всего мира. Повторяю, чем дальше ты живёшь, чем удлиняется история человечества, тем тяжелее каждому новому поколению человечества. Поэтому они устают от этого и хотят сбросить с себя это. Не хочу я этих всех родовых связей, этих привязанностей, родных могил, своих фамилий. Ну не хочу, надоело, потому что тяжело. Но тяжело тащить на себе этот огромный груз. В этом смысле можно понять бунт современного человечества. Но бунтуй, не бунтуй, а жизнь остаётся жизнью. И ты несёшь на себе кресты именно своих родителей, таланты и благословения именно своих родителей, и их родителей, и прочее, прочее, прочее. И мы вплетены с вами, как нитка, в огромный гобелен. Такой ковёр такой, от края, 100 километров вправо, 100 километров влево. И мы маленькой ниткой вплетены в этот некий общий узор. Как личность нам хочется быть свободным от этих условностей, вырваться как бы. Но ты нитка, и ты в ковре. У тебя справа нитка, слева нитка, за тобой подкладка. И вот эта трагедия человеческая, трагедия пробуждённой личности, когда она в то же время должна осознать своё место именно здесь и именно сейчас. Как у Серафима Вырицкого пишется, от меня это было. Как-нибудь там себе найдите ещё раз, перечитайте. Я думаю, что вы все это более-менее знаете. Где он говорит, что ты просил у меня смирения, так я тебе его и даю. Ты находишься в том месте и в то время, в котором ты учишься смирению. Что ж ты дёргаешься? Не ты ли просил у меня смирения? А что ж ты так недоволен своей жизнью, своим окружением, своим местом, своим здоровьем? Это же я тебя учу смирению. Ну ты же просил, но я тебя учу. Или он там говорит, ты составляешь себе свои планы и приносишь их мне, чтобы я их благословил. А я хочу, чтобы ты мне предоставил составлять твои планы. Я не хочу благословлять твои, тобой придуманные планы, потому что невозможно тебе придумать правильный план для своей жизни. Не в силах твоих управлять своей жизнью. Предоставь, говорит Господь, мне составлять твои планы. А ты покоряйся планам моим, и тогда, говорит Господь, вся ответственность будет на мне. Не, а иначе ты придумал свой план, но ты отвечай за свои планы. Хочу замуж, хочу замуж, хочу замуж, на тебе замуж. Блин, не хочу замуж больше, не хочу замуж, не хочу замуж. Что такое? Ты же так хотела. Нет, уже все расхотела. Понимаете, когда хочу, не хочу, это самое проклятое, зыбкое, вшивое основание. Человек сам вшивое, ничтожное, противное существо. Когда он себе придумывает свои планы и приносит их Всевышнему на благословение, то Всевышний говорит ему, оставь это, выкинь это, дай мне придумать тебе планы, и я сам все устрою, сам за все отвечу. Я буду альфа и омега, а ты только прими то, что я придумал, что я плохого тебе не придумаю. Вот эта вот зависимость от Господа, крест, крест, это желание вырваться, и невозможность вырваться, и никуда ты не вырвешься. Ты живешь в то время, в том народе, твой материнский язык, на мутер-шпрахе, тот язык, на котором пели колыбель, если вообще их пели. Мне кажется, вырастают целые поколения людей, над которыми не пели колыбельные. Я думаю, что есть целые поколения уже людей, уже второе, третье поколение, над которыми играет магнитофон, и слух которых в колыбели ни разу не огласился колыбельной песней. Поэтому люди вырастают как бы такие перекошенные, такие полудебильные. То есть у них самые важные вещи не даны им. Есть целые поколения людей, которые сиську не сосали, которым сразу давали в рот бутылку со смесью какой-то. Бутылочники, так называемые, в советские времена. У которых не было ни материнской груди, ни бабушкиной молитвы, ни какого-то гимна христианского над колыбелью, значит, ни крестного знамения, ни даже колыбельный песник. Ничего не было. Какие-то вырастают какие-то уроды. И этим, конечно, этим уродам тяжело нести на себе эту великую тяжесть человеческой истории. Но хотите, не хотите, повторяю, за нами висит вся история мира от самого Адама до сегодняшнего дня. На детях наших висит все это же, плюс мы сами. Все, что есть во мне, вот на тебе, вот без всякой жалости, как бы насыпал на дочерей своих, на сыновей своих, на тебе несите, как бы ешьте, не обляпайтесь. Поэтому им так тяжело. Поэтому они так бунтуют против нас. Потому что мы вместо того, чтобы облегчить им жизнь, навесили им еще своего. И они должны нести это. Еще своих нарожают, они боятся их рожать, потому что они интуитивно чувствуют, что как бы впереди какой-то кошмар их ожидает. Что они не вывезут всего этого, не вывезут. Эту кучу всю эту, которая сползла к ним самим. Что с них взяли? Они что, богатыри что ли? Они ничтожные маленькие люди. А над ними нависает громадина проблем всяких. Но так или иначе, мы сегодня прочитали об этом, так оно и есть. Тот того родил, тот того родил, тот того родил. Кому какая разница, кто кого родил, казалось бы. Нет, все очень важно. Оно так все попереплеталось, там так интересно. Смотрите, как интересно. От Авраама до Давида, я вам говорил, родов 4 на 10, Давид, Вавилон, 14, потом 14. Это схема такая, Матфеева схема. 14 на 3, это 42. 42. Что такое 42? Когда Антихрист придет, будет править на земле 3 года и 6 месяцев. 3,5 года. Это 42 месяца. Когда Елисей, пророк, получил благословение от Ильи, он сказал, дай мне благодать, которая в тебе, пусть на мне будет, в два раза больше. Если ты увидишь, как я ухожу, получишь, не увидишь, не получишь. Елисей увидел, как поднимается Илья на колеснице, Илья бросил ему свою покрывало головной омилоть, и он взял ее, получил духа в два раза больше. И тут же он шел, проверил, есть на нем дух, нету, ручей был. Где бог Ильи? Тот самый. Ударил этой милотью по реке, река Астана разошлась. Он пошел, то есть получил. Тут же вышли дети какие-то, дети вышли, много-много детей, говорит, эй, ты плешивый, иди плешивый, иди плешивый. Стали дразнить его, много людей. Он проклял их именем Господнем, вышла медведица и растерзала 42 ребенка. Не 41, не 35, не 48. 42 ребенка. Люди, которые читают Библию, говорят, что такое, что за жестокости, какие такие, в чем дело такое. Это было непростое событие. 42 ребенка, это еще одно 42. Когда евреи ходили по пустыне, то они останавливались так называемыми станами, станы евреев в пустыне. Там некоторые станы получали название Масса и Мерива, например, там Ропот и Укорение. Некоторые станы получали название Киброд Готова, Гробы Похоти, где они ели мясо, и Бог их наказывал за то, что они хотели перепелов, а Манну больше не хотели. Вот это такие станы. Всего этих станов было 42. 42 остановки у евреев было на пути в пустыне, во время которых и столб перед ними ходил огненный, и столб облачный, и манну они ели, и скрижали, и получали. В общей сложности 42. То есть 42, когда Господь строил, по-моему, если не ошибаюсь, потом проверите, но когда разделялась земля для колен, то Господь Бог определил города специальные, в которые мог убежать человек, внезапно убивший кого-то, не желая его убить. Ну там, ну мало ли там. Копал яму и пошел спать, как бы забыл ее закрыть. Кто-то пошел там, сковернулся в эту яму и сломал себе шею, и родственники его хотят убить тебя. А ты не хотел никакого зла, ты просто забыл эту яму прикрыть на время отсутствия. Ну технику строительной безопасности не нарушил. Чтобы тебя не убили, беги в города специальные, города-убежища. Таких городов было 42. 42 – это такая важная цифра. 42 – это в отношении месяца. Значит, 42 месяца, как раз 3 года, 6 месяцев. И вот эти поколения, это тоже какая-то схема такая. То есть, посмотрите, что я хочу сказать. Если над историей взлететь, то история представляет из себя очень стройную, четкую схему. То есть, это как бы рисунок, как рисунок на мраморе, допустим, как у вас под ногами, какой-то рисунок такой. Но видно рисунок, только если ты над ним поднялся. Если ты в него носом уткнулся, ты не видишь рисунка, ты видишь что-то такое. И мы когда живем с вами, вот мы сейчас живем, мы не видим рисунка нашей жизни. Мы живем внутри этой жизни, как бы вот так вот. Мы как спелеологи, идем по пещерам с фонариком. А кто-нибудь сверху следит за нами, и оказывается, что мы идем и рисуем какой-то узор. Какие-то петли кружинки вяжем, такие как шелковичный червь. Что-то мы такое выделываем в истории. Потом эстафету передаем, потом еще дальше, потом еще дальше. Потом прошло 300 лет, и получился какой-то такой красивый, такой целый узор. Но мы его не видим, пока мы в нем находимся. А потом, когда взлетишь над ним, оказывается, когда люди жили от Авраама до Давида, от Давида до переселения, что они понимали, что они в схему включены. Они все плотно вставлены в схему. Ты должен это. Ты можешь это не сделать. Тогда ты будешь наказан, другой сделает это. Говорит, этот негодный, этого в сторону, ты сделай. Этот сделал. Должен был сделать вот так. Он сделал хуже. Ладно, пусть будет так. Поехали дальше. Ты должен сделать это. 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 Еще. Не могу. Уходи. Следующий. Еще. Не могу. Уходи. Следующий. Поехали. Раз. Отрезали. Готов. Кусок готов. Следующий. От Авраама до Давида. Кусочек сделали. 14 родов. Следующий. Да, Давида. Мы включены в план, а мы не знаем общего плана. И вот великое, наверное, счастье человеку понимать, в какой план меня включили и чего от меня хотят. Потому что если ты будешь сопротивляться плану, в который тебя включили, ты как ненужный будешь вытащен и выброшен. Навсегда, между прочим. Навсегда. Вытащен и выброшен. На твое место поставят другого. Пусть хуже. Но который сделает свою работу. И история пойдет дальше. Но мы что не знаем этого плана? Вот это и задача нам сегодня, если хотите. Потому что мы думаем, я хочу жить, как я хочу. Ага. Дули тебе с маком. Две причем. Ты не будешь жить, как ты хочешь. Не будешь. Ты можешь мечтать об этом, но ты не будешь жить, как ты хочешь. Ты будешь жить, как Бог сказал. А не будешь жить, как Бог сказал, будешь уничтожен. И на место твое Бог поставит другого, который вместо тебя сделает твою работу. Вот так вот. Сурово? Да. Но справедливо. И вот сегодня мы как раз читаем это, что наша вся эта суета и маята, он пошел, она пошла, он позвонил, они купили, тот полюбил, она разлюбила, там родился, там не родился. Это месиво какое-то, месиво событий. Но стоит только взлететь, если бы дал нам Бог орлиные крылья, как у Яна Богослова, чтобы мы поднялись над всей этой суетой, и, Господи Иисусе, так это же узор, это рисунок. Я вижу здесь узор, я вижу, как он начался, и вижу, куда он придет. Вот он, куда идет этот узор. Хотел бы я этот узор увидать. Но мы-то с вами зачем Писание читаем? Для того, чтобы подняться умом над своей суетой, взлететь повыше и понять себя и все остальное. Зачем нужен Новый год, если хотите? Для подведения итогов. А что, чтобы выжрать бутылку водки и заснуть в салате мордой, как бы для этого, что ли? Или проснуться в неизвестном месте, и говорить, здрасте, я где? Ну как бы в этом что ли смысл? Как Женя Лукашин залететь, как бы, значит, с Москвы в Петербург и там проснуться в чужой квартире. Ну как бы, ну так оно как бы и есть, ну ладно, ну бывает всякое, особенно у молодых, ну ладно. Но не для этого же. Нужно же как бы попытаться осознать прошедшее. Прошедшее уже совершилось. Наша прошедшая жизнь – это хаос или какой-то узор? Ну с точки зрения нашей – это хаос, потому что не исполняют наши желания. Но с точки зрения Божьей – это узор. То есть всё равно всё идёт, вот как-то идёт. Раз ты ещё не умер, значит, всё в порядке. Всё ещё хорошо пока. Плохо будет, если ты не сделаешь свою работу, и твоя жизнь закончится. Тогда будет плохо. А если пока что всё продолжается, всё ещё пока что хорошо. И вот Новый год – как бы такой рубеж осознания. А что было, а чего не было? Что было неправильно? А что будет дальше? А я не вижу, я не знаю. Господи, помоги мне. Мне почему нужна молитва постоянно? Не оставляй меня, помоги мне. Направи стопы мои на правильный путь. Куда мне идти? А куда мне не идти? Туда можно идти? Пошёл. Ой, нет, нельзя. Ладно, я не иду. Туда. А куда? Стой на месте. Всё, стою, хорошо. Ну как-то так всё, понимаете? Потому что есть общий план. И горе человеку, который вступил в конфликт с общим планом. Его планом. Планом спасения. Какой его план? Его план – спасти меня. Он говорит, я тебе расписал дорожную карту, 42 остановки, если хотите. Вот это 42 поколения от Авраама до Иисуса Христа. А у евреев было 42 остановки от выхода из Пифон-Цифона, из этого города, последнего рубежного, египетского, до землеобетованной. У тебя есть своих 42 остановки. Это не хаос, это план. Ты должен понять этот план, как бы и план Божий завести тебя через 42 остановки, завести тебя в землю обетованную. У него есть такой план. Я вывел тебя из Египта, взял тебя за руку и сказал, идём. Ну как еврейская история, в применении ко мне. То есть ты был в плену у фараона, ты был рабом в доме рабства. Я взял тебя за руку и сказал, пошли. И вывел меня. Завел тебя в воду в крещение, вывел тебя из воды и повел через пустыню. Тебя ждут 42 остановки. Именно столько, сколько от Авраама до Христа, именно столько у тебя остановок по жизни. Господь говорит, у меня есть план, пошли со мной. Мой план завести тебя в землю, текущую молоком и мёдом. Ты должен жить вечно. Ты должен жить со мной. Я хочу, чтобы ты узнал меня, чтобы ты полюбил меня. Я тебя люблю заранее. Ты ещё не знал, что я есть, а я тебя уже люблю. Я создал тебя. Ты мой. Ты драгоценный в очах моих. Ты как роговица глаза моего, прикасающаяся к тебе, прикасается к зенице ока моего. То есть ты мой, я знаю тебя. Теперь пошли со мной туда, где ты будешь со мной всегда. Это мой план. Покорись этому плану. А ты начинаешь там... Зачем нужно читать вот эти книги все еврейские? Потому что там описывается наша история. Когда говорят, ой, фу, опять манна, фу, опять манна, фу. А что ты хочешь? Хочу дыню, хочу репчатый лук. А ещё мы ели в Египте рыбу. Там было много рыбы. Вообще мы хотим мясо. Мясо мы хотим, короче, понимаете, мясо хотим. Ещё мы хотим чеснок. Дай нам чеснок. Мы не хотим манну. Нам манна надоела. Это про кого вообще? Про тех, что ли, всех сумасшедших, которые померли в пустыне? Или это про нас тоже? Конечно, про нас тоже. Но что ты не постишься? Я хочу мясо. Ах, хочешь мясо, будешь есть мясо. И там дальше написано, что там дальше с ними было. Ну на, ешь мясо. У тебя есть 42 остановки, у Бога есть свой план. И он говорит, хочу вернуться в Египет. Короче, здесь пустыня, страшно, непонятно. Куда мы вообще идём? Они вообще Моисея спрашивают, мы вообще куда идём? А он там тоже не был. Он говорит, короче, тихо, ша, идём. Господь сказал, идём. Он говорит, умолкните. Он же так им говорил перед Красным морем. Стойте и смотрите на Божью силу и умолкните. Моисей сошёл с ума, неизвестно, что с ним стало. Давайте сделаем золотого тельца. Сделали. Давайте, короче, сделаем что-то ещё. Сделали. Моисей, короче, сумасшедший. Пошли в другую сторону. Вот такое вот было. Это что такое вообще? Это наша история. Это мы вот так вот беснуемся, люди. Они говорят, Моисей, ты там был, куда мы идём? Говорит, не был. Так, может, ты не знаешь, куда мы идём вообще? Чего нас зовёшь вообще? Куда нас ведёшь? Что ты самый главный, что ли? Мы тоже главный. Мариам там этот, Аарон говорит, да мы, шо он, он наш брат вообще, он такой же, как мы. Чего вы его слушаете? Слушайте нас лучше. Господь вмешивается, Мариам в проказе. Аарон там плачет, короче, всё, прости нас, мы согрешились. Всё, пошли дальше. Опять 42 остаётся. То есть нужно пройти 42 остановки. Как интересно всё. 42 поколения, 42 остановки. И постоянно не хотящий дальше идти человек. Он не знает, куда его ведут. Разве я знаю, куда мы придём? Разве я был в раю? Разве я видел этот рай собственными глазами? Чтобы я сказал вам, люди, рай такой, рай такой, рай такой. Да если бы я даже сказал вам, разве вы мне поверили? С этим чудиком не знаем, что случилось. Он говорит, что он был в раю. Разве можно его слушать? Ну, понятно. Вот такая вот эта недалёкая история. Это очень близкая, современная, понятная наша история. Как написано? Всё, что написано было в наше научение, наказание преднаписавшеся, то есть было преднаписано, чтобы терпением и утешением писаний мы имели надежду. То есть мы читаем писание и узнаём там себя. И потом узнаём, что было с теми, кто поступил плохо, и что было с теми, кто поступил хорошо. И терпением и утешением из писаний сохраняем надежду и продолжаем двигаться. То есть мы прошли ещё одну остановку. Ну, то есть в общей сложности 42 станции, это не 42 года. Это для кого-то может быть 105 лет, для кого-то может быть 30 лет. То есть это такое. Но мы проходим внутренние стадии становления, внутренние ступени. Нас продолжает вести этот наш новый Моисей, Иисус Христос. Это наш новый Моисей, который ведёт весь мир туда, где хорошо. Через кровь завета, через свой крест, через учение заповедей ведёт нас в новый мир, в котором нет печали и болезни, и воздыхания, в котором простятся все грехи и вытрется всякая слеза сочей человеческих. И мы должны покорно идти за нашим новым Моисеем, за Иисусом Христом, как овцы на его голос, как овцы за пастушком, идти на его свирель, на его дудочку, на его псалтирь, на его флейту, на его звоночек, на его голосок, чтобы мы шли за ним, потому что он знает, куда мы идём, а мы не знаем, куда мы идём. Мы не должны бунтовать, роптать, дёргаться, потому что мы умрём в пустыне без толку, а на наше место родятся новые люди, и они сделают Божию задачу. Божьи задачи будут сделаны. Не ты другой, не он третий. Русские не подходят, китайцы придут. Китайцы не смогут, индусы припрутся. Эти не смогут, значит, опять русские появятся. Короче, вот так Господь сделает свою работу, Он всё равно достроит свой дом. Иерусалим небесный будет достроен до конца. Из живых камней. Камнями будет не бетон, не цемент, не кирпич. Камнями будут люди. И пока эти люди встраиваются к живые камни, в стройку небесного дома, небесный Иерусалим происходит стадию достройки и внешней отделки. То есть достраивается и отделывается небесный Иерусалим. И мы должны войти в него как орнаментальный камень, как какие-нибудь вензелюшки и завитушки, как какой-нибудь угловой камень, то есть как детали украшения небесного Иерусалима. Господь достроит свой дом с тобой или без тебя, не важно. Для тебя очень важно, потому что если без тебя достроится Иерусалим, то ты будешь лежать на мусорнике всю жизнь. Лучше, чтобы он достроен был с тобой. Поэтому мы переоцениваем свою прошедшую жизнь и пытаемся научиться покорности, слушанию голоса Божия. То есть что ты скажешь мне, Господи, куда ты поведёшь меня? Куда ты в этом году поведёшь меня, Господь мой? Ты держишь за руку меня и ведёшь меня, я не знаю куда, но я верю тебе, ты меня ведёшь, ладно, хорошо, пошли. Но куда же я пойду? Я же уже взрослый человек, я же всё понимаю. Я не хочу этого, я боюсь этого, мне не нравится это. Ну ладно, пошли. Вот это путешествие, 42 ступени, 42 станции. Мы совершаем своё путешествие. Вот чем я хочу с вами сегодня поделиться, уже поделился, собственно. Вот для чего нужно читать Священное Писание, как история сокровенной жизни моей души. Священное Писание – это сокровенная жизнь моей души, которая никому не видна, даже мне не видна. Я только чувствую её и пытаюсь понять, разобраться с ней, как бы вот эта сокровенная тайна моя, она оказывается вполне достоверна, вполне таинственна, но очень ярко, выражена в священных книгах, которые нужно читать. Сначала просто читать, потом читать и вникать, потом читать и запоминать, потом читать и ещё раз перечитывать. И потом вдруг ты понимаешь, а, вот оно что, а, я понял, Господи, слава Тебе, это про меня, это я. Вот здесь вот это вот, это я. И дальше пошли. Так что работайте. Я хочу, чтобы вы работали в этом году, чтобы сказали, Боже, прости меня, я так плохо прожил ещё один год. Что такое годы моей жизни? Жизнь моя или ты приснилась мне? Я буду работать в этом году, буду опять начинать трудиться в покаянии и братолюбии, потому что солдату нужна стойкость, офицеру нужна мудрость и храбрость, генералу нужна какая-то такая сверхмудрость. Правителям нужен Божий страх. Правителям земли, начиная от мэра города и выше, даже от начальника сельсовета, нужен Божий страх, потому что они маленькие пастыри, они судьи земли, они управляют жизнью. Если у них страха Божьего не будет, это будут сволочи. А нам не нужно сволочей, нам нужны люди. Они должны быть с Божьим страхом, должны командовать жизнью. Им нужен Божий страх, а нам с вами нужна вера Христова и братолюбие, и покорность Божьему промыслу. Бог промышляет о нас, мы должны быть покорны Ему. Уже теперь оборачиваясь назад, я вижу, я благословляю все свои болезни, все свои переезды, все свои неприятности. Я теперь понимаю, зачем мне это было нужно, как это было прекрасно. Какой ты мудрый Господь, что ты сделал это, 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 что ты избавил меня от этого и от этого, увел меня оттуда, спас от этого. Ты дал мне болезни, оставил меня дома на кровати, там в течение, там в больничной койке, и в это время над городом прошла буря, как бы, а я лежал на больничной койке, даже не знал об этом. Ты хранил меня так, как люди хранят самое дорогое, ты любишь меня, я это вижу теперь уже, когда оборачиваюсь назад. Но когда оборачиваюсь вперед, я боюсь будущего. Я должен понять, что то, что было сзади, то будет и впереди. Он будет беречь меня, он знает меня, он меня любит, он хочет, чтобы я его тоже любил. Говорит, давай, руку пошли со мной. Какую-то часть станций мы уже прошли, не знаю, сколько, 20, 25, 30, но в целом нужно пройти 42 станции. От Авраама до Давида 42 рода, от выхода из Египта до земли обетованной 42 станции, от земли до неба 42 станции. Сколько мы прошли, пока не знаем, продолжаем путь. Аминь. Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе! Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова